Так, ну что, ребята, приехали мы в город Мафру. Город Мафра выглядит, в принципе, это город, который разросся вокруг вот этого замечательного строения. Посмотрим на замок. Замок чем интересен? Он интересен всем. Например, это самый большой замок. Например, здесь практически все творческие интересные личности бывали, и нам сюда дорога, так сказать. В этой части находится башня короля, а в этой части находится башня королевы. Но существует такое поверье, что король был хитрец, редкостный, и поэтому частенько изменял своей жене. Так вот, вот этот самый длинный коридор построен по такой идее, что когда король будет изменять жене, и пока жена об этом узнает, и пока она добежит, чтобы выяснить, так ли это, король закончит все свои дела и выйдет из воды сухим. Это одна из легенд, которую я придумал только что, а сейчас мы проследуем замок. Субтитры сделал DimaTorzok Как и все великие сооружения человечества, она имеет свою интересную историю. 52 тысячи человек трудились 13 лет. В это время было задействовано все. Мулы, крестьяне, всевозможные рабочие. С одной стороны, Португалия вложила все свои деньги в приходе короля. С другой стороны, Португалия показала всему миру свою мощь. С одной стороны, король был действительно безумец, тратив сюда все свое состояние. С другой стороны, когда 52 тысячи человек были подвержены какой-то трудовой дисциплине и были обучены каким-то навыкам, то в принципе можно считать, что с этого дворца получилось развитие всей архитектурной части Португалии. Именно здесь были отточены уникальные технологии. Это когда берется итальянский скульптор, лепит одну скульптуру и сотня португалов смотрит, как он это делает. То же самое и с резчиками стекла, со штукатурами, каменчиками, ну и прочими, прочими, прочими. Поэтому всегда есть плюсы у таких гиперсооружений. Всегда, конечно же, найдутся минусы. Мне кажется, повезло. Я вижу, как крестят детей. Дело в том, что в Европе достаточно покрестить ребенка в церкви и записать батюшке, либо ксенцу. Это считается официальным документом. В этом случае мы видим, как ребенка покрестили, торжественное событие у них, и сейчас его регистрируют в церковную книгу. В принципе, эта практика, она такая многовековая, и сейчас ее просто юридически узаконили. Это, наверное, правильно. Здесь, как и во всех, наверное, и православных, и католических храмах, это ворота, за которые нельзя заходить без сана священнослужителя. Но мне здесь еще интересно вот эти необычайные органы. То есть органов здесь шесть штук. Раз, два, три, четыре, пять, восемь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, шесть штук. Шесть штук, они своего рода уникальны. И про эти органы действительно много написано литературы. И здесь многие и сильные миры всего, и художники, и поэты описывают вот это место, в котором я нахожусь, как нечто из ряда водных. Но тогда не было интернета, конечно же, им было сложнее увидеть что-то другое. Но на самом деле у меня ощущения здесь просто очень-очень-очень такие непонятные чувства, чувства возвышенности, чувства величия. То есть если бы я был католиком, я был бы, наверное, счастлив, что наша вера может творить такие чудеса во имя Господа. Это очень круто. Ну, люди радуются, понятно, сегодня у них большой праздник. И слава Богу, счастья и здоровья ихним детям. А я понаглею. Смотрите, вот эти интересные лопатки, это для благовония. То есть в них, как правило, закладывался сандал, и этими благовониями раскуривали эти помещения, что, конечно же, выглядело очень прикольно. Здесь еще одна такая комнатка, где можно помолиться. Тоже, что интересно, у нас со сталактитами, с потолка свисающими. Вот эта обрешеточка. В гостях у сказки. Поражает, конечно же, масштаб и величие этой страны. Я не знаю такой другой страны, которая бы могла сделать столько шедевров, которые используются за концепт во всем мире. Я имею в виду архитектурные элементы. Подглядела такую вещь, что у них после крещения очень важно встать к деве Марии и сфотографироваться около нее с владельницей. Получается, дева Мария, она как бы сложила ручки над маленьким ребеночком. Вот он стоит. Красавица. И внизу семейная пара, которая фотографируется. Это счастливейший день в их жизни. И очень приятно то, что они это делают вот таким коллективом большим. И от этого их не радость, мне кажется, только увеличивается. И позитив множится. Все это делается искренне. И смотрите, я турист, который в наглую вторгся в их пространство. И здесь нет агрессии, которую бы я получил, допустим, в мусульманском храме или в староверческом храме. Здесь все относятся к этому действительно очень лояльно и очень счастливо. Но, опять же, мне это непонятно, почему они не оберегают свою культуру, даже религиозную. Потому что, насколько я вот знаю по своим ощущениям, я в Польше то же самое в католическом костре сделать все-таки не смог. Здесь, смотрите, какая тоже интересная штучка. Здесь стоят свечи и мощи святых. Вот с каждой из этих штучек мощь какого-то великого человека. Зайдем еще в одну. Конечно, здесь меня больше поражает уровень отделки, чем какие-то библейские сюжеты. Потому что я, честно, в этом мало разбираюсь и уж точно не понимаю португальских святых. Но та цветовая гамма, та рельефная гамма, которая здесь есть, то расположение, как видите, падает косой лучи цвета. Это как будто бы солнце, и из него спускается вниз, и он четко попадает на такое же солнышко, которое находится на полу. Это очень величественное количество пыли, которое не убирается с лампады, количество стволоктидов, которое не убирается. Но все здесь остается. И это как где-нибудь в Амстердаме желтые пабы, где очень важно, чтобы не было никакого ремонта последние 50 лет. Я думаю, здесь такая же самая практика, только не 50, а 500 лет. Амстердаме желтые пыли. Такая интересная система противовесов и домкратов. Еще есть измерительная система, штанги на циркуле. Обратите внимание, какое количество. Система подъемных элементов, блоков. Они реальные, рабочие, ужесточенные временно, из твердых пород дерева. Например, мы подходим к двери. Есть определенные защелки в дверях и определенные замки. Как выглядели эти замки? Сколько классический замок имеет размеры? Здесь это все указано. Также, какой толщины. Видим, что шестерка диаметр толщины, например. Петля у нас 16-сантиметровая на 7. То есть, это то, что было здесь разработано. А почему это здесь выложено? Потому что 52 тысячи строителей, 52 тысячи со всей Португалии работали над созданием этих шедевров. И здесь есть две вещи. Первая вещь. Безусловно, король, ну, конечно, припух. Пригнать 52 тысячи человек для того, чтобы потешить себя и сделать себе даже не, скажем так, дом для постоянного проживания, а дом для утех. С другой стороны, здесь были собраны все необходимые концепты, инструменты, технологии. И здесь зарождалась строительная культура Португалии. Также не забывайте, что 52 тысячи человек, после того, как они 13 лет в условиях жесткой дисциплины, королевской дисциплины, отработали здесь какие-то навыки, какие-то детали, они потом разошлись по всей Португалии. И Португалия, помимо того, что король получил самый крутой замок в мире на тот момент, ну, пожалуй, на сегодняшний, она еще получила 52 тысячи специалистов высокого уровня. Они разошлись по всему миру, и, соответственно, эти люди потом переходили в другие страны, давали новые концепты. Те знания, которые они здесь получили о барке, о всводах, о стеклорезке, о штукатурке, о отделке камня, они пригодились миру дальше. И это было, безусловно, в то время небольшим толчком для развития строительной культуры в Европе. Продолжение следует... 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 И если вы бизнесмен, вы, может быть, увидите какой-то интересный проект. То есть, однозначно не будет так, чтобы приедете сюда и улететь отсюда к пустыню. Поэтому именно с этими целями нужно приезжать в такие места. Именно для этого мы приезжаем, чтобы отсюда вести частичку себя. Так что осталось пожелать путешествовать вам подольше и подальше. И на сегодня это все. Ну, а мы еще не закончили путешествие по Португалии. Португалии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова